Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи. Смотрите в неё. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся, ещё необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете, и чудный воздух прохладно душен и полон неги. И движет океан благоуханьи. Божественная ночь, очаровательная ночь. Недвижно, вдохновенно стали леса, полные мрака, и кинули огромную тень от себя. Тихие и покойные эти пруды, холод и мрак, вот их, угрюмо заключён в тёмно-зелёные стены садов. Девственные чащи черёмух и черешин пугливо протянули свои корни в ключевой холод. И изредка лепечут листьями, будто сердясы негодуя. Когда прекрасный ветренник, ночной ветер, подкрашавшись, мгновенно целует их. И вдруг всё ожило, и леса, и пруды, и степи. Сыплется величественный гром украинского соловья. И чудится, что и месяц заслушался его посреди неба. Субтитры создавал DimaTorzok Смея сворачивались с весёлых песней девушки. Разговаривал сам с собой подгулявший мужик, танцуя по улице. Коленик. Да гопак не так танцует. Да то я гляжу, что не клеится всё. А что же это мне рассказывает кум? Ни богу не так танцует. Ну что вы мне лгать? Ни богу не так. Я пойду. Коленик? Куда же ты, коленик? Ах, я пойду в хату. Казаку спать пора. Я пойду. Я не посмотрю на какого-нибудь голову. Он думает, черт бы явился у батьки, что он голова, так и нос поднял. Голова, голова. Я сам себе голова. Вот что? А не зашел. Вот моя хата. Баба, вот в ряду. Живи, баба, вот в ряду. Рад тебе. Казаку спать пора. Куда же ты, коленик? Ты в чужую хату попал. Коленик, показать тебе твою хату? Ах, покажи тебе, обездная, молодая. Какой чтивый коленик. Надо показать ему хату. Ну, нет, наперед потанцуй. Потанцуй, коленик. Потанцуй. Эх, вы замысловатые девушки. Погодите себя перецеловать, а? А-а-а! Всех перецелую! Девушки, девушки, покажем ему хату головы. Покажем. Коленик, вон твоя хата. Вон. Я пойду у хату. Пошел в хату головы. Коленик послушно побрел в указанную сторону, принимая снова бронить голову. Весь ландшафт спит. А вверху Все дышит, Все дивно, Все торжественно. А на душе и необъятно, и чудно, И толпы серебряных видений Стройно возникает в ее клубе Божественная ночь, Очаровательная ночь. С бандурую в руках Пробирался ускользнувший от песельников Казак Левко, Сын сельского головы. Вот он тихо остановился перед дверью хаты. Субтитры создавал DimaTorzok И до меня Мое серденько. Галя! 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 Ох, нет, видно, крепко заснула Моя ясноокая красавица. Галя! Галю! Ты спишь или не хочешь ко мне выйти? Ах, ты верно боишься, чтобы нас кто не увидел? Или не хочешь, может быть, показать белое личико на холод? Да не бойся, Никого нет, А вечер тепел. Сердце мое, Рыбка моя, Ну, выглянь хоть на миг, Просунь, сквозь окошечка, хоть белую ручку свою. Ой, вийди, вийди, серденько, галю, Серденько, рыбонько, дорогий кришталю, Серденько, рыбонько, дорогий кришталю, Галя! Галя! Да нет, ты не спишь, гордая девчина! Под тебе, Люба, издеваться надо мной! Прощай! Нет, Галя! 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 Какой же ты нетерпеливый! Зачем выбрал ты такое время? Толпа народу твое дело шатается по улицам. Ой, ты, я ж вся дрожу! О, не дрожи, моя красная калиночка! Прижмись ко мне покрепче! Ты же знаешь, что мне часы не видать тебя горят. А мне все что-то будто на ухо шепчет, Что вперед нам не видится так часто. Я примечаю даже, что мать моя с недавней поры Стала суровее приглядывать за мной. А может, может, я тебе надоел? Нет, ты мне не надоел. Я тебя люблю, чернобровый казак. Зато люблю шутер, корючий. Как поглядишь ты, у меня как будто на душе усмехается. И веселая Люба. Ох, моя милая девушка. Постой, постой полный, Левка. Скажи наперед, говорил ли ты с отцом своим? Что? Ох, что я хочу жениться, А ты выйти за меня замуж. Говори. Ну и шо же? Да. Что ты станешь делать с ним? Притворился старый хрен по своему обыкновению глухим. Ничего не слышит. Еще бронит. Что я шатаюсь, бог знает где. Ох, не тужи. Не тужи, моя Галя. Да вот тебе слово казацкое, что уломаю его. Да, да, тебе только стоит слово сказать, Левка, и все будет по-твоему. Я знаю это по себе. Иной раз не послушал бы тебя. Расскажешь слово и делаешь, что тебе хочется. Посмотри. Посмотри, Левка. Вон далеко-далеко мелькнула звездочка. Одна, другая, третья, четвертая, пятая. А шо если бы у людей были крылья, как у птиц? Вот туда бы улететь. Далеко-далеко. Сок высоко. О, не месяцю, месяченьку, не святили полу. Тихий святи, миленькому, я киде до дому. Глянь, Кур, левка там под горой, Как тихо колышется вода в пруде, Будто дитя в люльке. Я помню, будто сквозь сон, Что про тот старый паньский дом С заколоченными ставнями, Что возле пруда. Давно-давно, когда еще была маленькой, Что-то страшное рассказывали. Левка, а ты верно знаешь Расскажи Да ну, бог с ним, моя красавица Мало ли чего, рассказывай бабы, народ глупый Нет, ты себя только потревожишь Станешь бояться Не заснется тебе покой Да я не буду бояться Я буду спокойно спать всю ночь Ну вот теперь ты не засну, если не расскажешь Я стану мучиться так долго Ну расскажи, Лева Вот видно правду, говорят люди, что у девушек сидит черт, подстрекающий их любопытство Ну, слушай Давно, давно, моя сэр Денька Жил в этом доме Сотник У Сотника была дочка Ясная панечка, белая, как снег Как твое личико Сотникова жена давно уже умерла Задумал Сотник жениться на другой Привез Сотник молодую жену в дом свой Настала ночь Ушел Сотник с молодой женой в свое опочивание Заперлась и белая паночка в своей светлице Глядит страшная черная кошка кроется к ней Шерсть на ней горит, а железные когти стучат по полу В испуге вскочила она на лавку окошка за ней И прыгнула на лежанку окошка и туда, эх, висела на стене старая отцовская сабля Схватила она ее, добряк по полу Лапа железными когтями отскочила Окошко с визгом пропало в темном углу Ой, боже мой Целый день не выходила из светлицы своей молодая жена На третий, на третий день вышла И с перевязанной рукой Вот угадала бедная паночка, шо мачеха ее Ведьма Ведьма И шо она ей перерубила руку Вот выгнал Сотник свою дочку Восую издал И куска хлеба не дал на дорогу Тогда зарыдала паночка, закрывши руками белое лицо свое И вон, видишь, видишь ты Гляди сюда Вон, подали от дома Самый высокий берег С этого берега кинулась паночка в воду И с той поры И стала ее на белом свете Ой, боже мой А ведьма О, ведьма Ведьма Ну, старухи выдумали В шестой поры Все утопленницы выходили в лунную ночь В панский сад Греться на месяцы И Сотникова дочка Сделалась над ними главную И в одну ночь Увидала она мачеху свою возле пруда И утащила ее в воду Но ведьма И тут нашлась Оборотилась под водой в одну из утопленниц Да, тут ты Верь бабам Вот так с тех пор Паночка ее и не узнала Если попадается и кто из людей То заставляет его угадывать, которая ведьма А не то грозится утопить в воде Вот Вот моя гада, как рассказывают старые люди Ну, Галю Галю Да теперешний пан хочет строить на том месте винницу И нарочно для этого пригласил сюда винокура Я слышу говор Это наши возвращаются с песен Прощай, Галю Прощай, Левка Прощай Прощай Спи спокойно Да не думай ты об этих бабьих выдумках Прощай Левка Галю Прощай Эх, прощай Хлопцы Да полно тебе прятат Ступай сюда к нам Сейчас иду О чем, хлопцы? Левка Идем гулять с нами Да куда это гулять? Да ну, повесимся в волю Поднимем переполох Нет, хлопцы Не хочу Ну, что это разгурье такое? Да как вам не надоест повесничать? И без того уж простыли мы Бог знает, какими буянами Так вы, заложитесь к вам лучше спать, хлопцы Нет, прощайте, братцы Покойной вам ночи Я спать пойду Не, не, как знаешь А мы пойдем 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 Дремлят на возвышение село. Еще белее, еще лучше блестят Примесяцы толпы хат. Еще ослепительнее вырезываются из мрака Низкие их стены. Все тихо. Благочестивые люди уже спят. Спит ли моя сноукая Ганна? Вот ее хата. Что это значит? Да это Ганна. С кем же она? Кто же этот высокий человек спиной ко мне? Эх, тень покрывает его с ног до головы. Послушаю. Да, Левка. Левка. Левка? А Левка еще молокосос. Эх, если я его когда-нибудь встречу у тебя, я его выдеру за чуб. Хотелось бы мне знать, какая-то шельма похваляется выжрать меня за чуб. А я другой одену. Как тебе не стыдно. Ты лжешь. Ты обманываешь меня. Ты меня не любишь. Я никогда не поверю, чтобы ты меня любил. Я не знаю. Это Левка наговорил тебе всяких пустяков и вскружил твою голову. Что этот голос мне знаком? А я... Я дам знать о себе Левка. Он думает, что я не вижу всех его шашней. Эээ, попробует он, собачий сын, каковы у меня клаки. Дам я ему сейчас, треуха не устоит. Он у меня на месте. Да полно мне прятать. Куда ты, Ганна, стой. Вадька. Левка, сын. Так это ты, Вадька. Провались, проклятый сорванец. Вот какие за тобой водятся проказы. Ты чертов, сын. Да ну, ну, ну. Дам я тебе, Ганны. А ну, ступай вслед за мной в хату. Ну, ладно, ладно, ладно. Ступай вслед за мной в хату. Ай да, Батька. Вот какие за тобой водятся проказы, славно. А я дивлюсь, что все это могло значит, что он притворяется глухим, когда станешь с ним говорить о Ганне. Ну, постой же. Постой же, ты у меня будешь знать, как шататься под окнами молодых девушек. Будешь знать, как отбивать чужих невест. Эх, хлопцев. Хлопцы, сюды. Эй, хлопцы. Ну, что ты, Лев? Эй, хлопцы. Хлопцы, я вас увещевал идти спать. Ну, а теперь раздумал и готов хоть целую ночь гулять с вами. Вот это дело. Правильно, Левка. Ох, а мне все кажется тошно, когда не удается погулять порядком и настроить штуку, как будто потерял я шапку или люльку. Ну, слава мне казах, да и только. Хлопцы, а нас согласны вы побесить хорошенько сегодня голову? Голову? Да, голову. Ну, что же он в самом деле задумал? Мало того, что помыкает нами, как своими холопьями, так он еще подъезжает к девчатам нашим. О, это так. Эх, вот это дело. Да если голову, так и писарь на минуте. Да не мы, не мы писарь. Да что же мы, ребята, за холопья. Да мы, слава Богу, вольные казаки. Ого. Покажем ему, что мы вольные казаки. Покажем, скажем. Покажем. Эх, а у меня, у меня как нарочно сложилась в уме славная песня про голову. Хлопцы, пойдемте-ка я вас ей выучу. Да. Да слушайте, попереодевайтесь, кто не во что попало. Эх, 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 что за роскошь, эх, что за воля, эх, как начнешь беситься, ну чудится, будто поминаешь давние годы. Эх, любовольно на сердце, ах, душа, как будто в раю. Эх, хлопцы, а ну, эх, хлопцы, эх, хлопцы, эх, но кто же этот голова, возбудивший такие невыгодные о себе толки и речи? О, этот голова, важное лицо на селе. Голова угрюм, суров с виду и не любит много говорить. Давно еще, очень давно, когда великая царица Екатерина ездила в Крым, был выбран он в провожатые. Целых два дня находился он в этой должности и даже удостоился сидеть на козлах с царицыным кучером. И с той поры голова, о чем бы ни заговорили с ним, всегда умеет поворотить речь на то, как он вез царицу и сидел на козлах царской кареты. Голова вдов, но у него живет в доме своячница. Голова крив, но зато одинокий глаз его злодей. Голова уже давно кончил свой ужин и без сомнения давно бы уже заснул, но у него был в это время гость, винокур, низенький толстенький человечек, признанный строить винокурню помещикам. На лежанке сидела, поджав под себя ноги, своячница. Семенция. Ух, хух, 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 хух. Ух, хух. Ух, хух. Продолжение следует...